Добрый день или добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Марат Гафуров, я директор Института физики. И я рад представить, мы открываем цикл лекций, научно-популярных лекций, посвященных физике и не только ей. Лекции. Еще в древние времена это были тайные знания, о которых никто не знал. Но уже с Древней Греции, начиная с Древней Греции, проводились общественные мероприятия, и известные философы несли свои знания гражданам. Мы продолжаем эту традицию, и сегодня я хочу представить нашего первого лектора Максима Сергеевича Пудовкина, выпускника Института физики, кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии, недавнего ставшего кандидатом в физико-математических наук. Его лекция «Нанотехнологии в современной жизни». Максим, stage is yours. Спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Максим Пудовкин, как уже сказали, и я представляю доклад, который вылечен здесь. По образованию я физик, и я работаю на кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии. Но также мы сотрудничаем с кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии. И учитывая то, что в моей диссертации, в ее теме, есть такое слово, как наночастицы, синтез, характеризация и биологическая активность, я постоянно работаю со словом «нано», наночастицы, нанотехнологии. И поэтому я думаю, что у меня есть о чем рассказать. Итак, учитывая опять тот факт, что мы работаем на кафедре квантовой электроники, а это лазеры, лазерные технологии, люминесцентные материалы. Ну и, естественно, мы сотрудничаем с микробиологами. Это различные клетки, либо бактерии, токсичность и так далее. То в этой лекции в основном мы будем говорить о так называемых люминесцентных наночастицах. То есть тех частицах, которые способны переизлучать падающее лазерное излучение и вот так вот интересно флуоресцировать. Наверное, многие видели что-то подобное в своей жизни. Итак, наш доклад будет по следующей структуре. Первое, мы поговорим о том, что такое наночастица, что такое нанообъекты. Второе, какие отличительные свойства есть у наночастиц, в отличие от их объемных аналогов. На самом деле здесь масштаб не равен, это немножечко художественное привлечение, потому что наночастицы не видно необороженным глазом. Ну и третье, мы поймем, какие особенности наночастиц могут быть применимы в таких вот сферах, как промышленность, фундаментальная биология и медицина. Давайте начнем с матчасти, с определения. Согласно устоявшимся определению, наночастица, нанообъект, это любой объект, у которого хотя бы в одном измерении есть сечение размером от 1 до 100 нанометров, где 1 нанометр это 1 на 10 минус 9 степени метра, очень маленькая величина. Таким образом, например, к нанообъектам можно отнести и вот такие длинные, достаточно как будто бы большие нановолокна, но очень тонкие, наностержни, различные пирамидки и кубики, а также более сложные структуры, ядро оболочка, например, как изображено здесь, где ядро это золотая наночастица, а оболочка, например, это оксид кремния, достаточно распространенная структура. И как здесь показано, вот так примерно относят 1 нанометр и 1 метр, это у нас 9 нулей. Далее, наночастица. Допустим, возьмем объект размером 10 танометров кубик. Это уже не тот объект в привычном понимании этого слова. Почему? Потому что у нас, во-первых, в сечении имеется буквально 50 атомов, и количество атомов внутри и на поверхности более-менее соизмеримы. А это означает, что у нас начинают действовать различные силы, которые стягивают наночастицу внутри, так как снаружи атомы ее не уравновешивают. И тут уже, получается, совершенно другие расстояния между атомами, кристаллические поля и так далее. Еще стоит отметить такой момент, что 1 нанометр. Почему такая интересная граница? Безусловно, она условна. Потому что после того, как мы переходим границу 1 нанометр, мы имеем дело буквально с нескольким десятком, может быть, два десятка атомов. Такую структуру сложно назвать кристаллической, потому что за счет различных сил она уже искажается, кристаллическое поле другое, кристаллической структуры как таковой нет. И такие объекты, их, во-первых, достаточно сложно получить, а второе, они будут стараться слепаться в более упорядоченные большие структуры, аморфные либо кристаллические. Но, естественно, небольшой размер говорит о том, что, во-первых, такая наночастица, ну и даже побольше, будет гораздо меньше элементарного какого-то транзистора в современных микросхемах. Она будет гораздо меньше, чем элементарная единица всего живого, это биологическая клетка. Ну и, естественно, она будет соизмерима уже с какими-то такими сложными молекулами, молекулами белка, либо какими-то сложными органическими лекарствами. Вот, что касается наночастиц. Далее можно сделать вывод о том, что такую наночастицу можно, например, в качестве какого-то зонда направить в клетку, либо в человеческий организм. Такая наночастица может служить каким-то составной частью электронных современных микросхем, так как она соизмерима с их элементами. Ну и такая частица может быть также дополнительно оснащена какими-то новыми функциональными молекулами, с которыми они, как я сказал, одного размера для специфических задач, о которых мы попозже, думаю, поговорим. Итак, стоит отметить интересную вещь, что наночастицы мы видеть не можем через оптический микроскоп, как мы привыкли. Потому что есть такое понятие, как дифракция, дифракционный предел. И если мы хотим увидеть люминесцентную наночастицу и ожидая увидеть какой-то реальный объект, на самом деле мы увидим лишь такое светящееся гало размером порядка длины волны, в силу, как я сказал, дифракционных явлений. И поэтому нужно использовать электронный микроскоп, более сложная и дорогостоящая структура, где в качестве, скажем так, луча или пучка используют пучок электронов. Дело в том, что у такого пучка длина волны Дебройля, если вы помните курс какой-то физики, примерно в 500 раз меньше длина волны такого объекта. И именно электронный пучок способен давать нам вот такие различные картинки. В частности, здесь есть то, что получено нами, это наночастицы дрифторида лантана, а также те процессы, как клетка их поглощает. То есть тут интересно, можно наблюдать и биологический объект, и неживой объект. Но единственная маленькая поправка, опять-таки, что касается наноматериалов, это то, что все это происходит в глубоком вакууме, чтобы электронный пучок свободно проходил. И поэтому биологические объекты здесь не вживую смотрятся, а специально подготовлены в воске. Там есть целая порубоподготовка, поэтому они не живые, это некие восковые фигуры, ну, очень условно говорить. Вот, далее. Есть несколько методов синтеза наночастиц. Первый — это традиционно так называемый сверху-вниз, когда мы берем какой-то макрообъект и пытаемся различными физическими воздействиями его раздробить до наноразмерного состояния, что не так просто. Ну и второе — это современный метод, это у нас как раз то самое сверху-внизу-вверх, это когда мы пытаемся из отдельных атомов собрать некие наноструктуры. Он более применим, более широко распространен и более сложен с другой стороны. Одним из первых методов получения наночастиц было простое механическое перетирание вот в такой ступке. То есть достаточно тереть материал с усилием 10-15 часов, и можно получить уже наночастицы. Минус в том, что такие наночастицы, а, имеют очень широкий разброс по размерам, то есть можно попасться и макрочастица, и наночастица. Второй момент — то, что они все истарапаны, скажем так, и могут быть загрязнены материалом ступки, что уже нехорошо. Ну и в-третьих, то, что есть, попадают сюда и микрочастицы, что тоже очень неудобно, поэтому их сепарировать — отдельная история. Второй метод, он уже более совершенный, это метод лазерной абляции. То есть с изобретением лазера человечество начало думать, как его применить. Один из методов получения наночастиц. Дело в том, что если подобрать оптимальные мощности и, скажем так, частоту следования импульсов лазерного излучения, то можно за счет того, что поверхность поглощает, небольшая поверхность поглощает огромную мощность световой волны, она взрывается, испаряется, и наночастица разлетается вокруг. И таким образом можно получить и металлические наночастицы, и диэлектрические. Метод достаточно хороший, потому что позволяет получить именно нанообъекты. Но что очень плохо, то что их очень сложно собрать и очень сложно подобрать именно тот самый режим, который нам даст желаемый объект. И, естественно, есть самый такой общий, я скажу, именно общий момент — это наночастицы. Это способ атехимический, когда мы смешиваем какие-то реактивы и получаем наноструктуры различных состояний. Здесь картинка из моей диссертации, то, что мы делали и что действительно работает. И, может быть, даже каждый из вас в свое время получал наночастицы. Дело в том, что когда в школе мы проводим химическую реакцию с получением осадка, во многих случаях этот осадок уже наноразмерный. Да, он не отмытый, он коагулированный, поэтому осажден, но если все это дело промыть и посмотреть на микроскоп, то, может быть, то, что мы наблюдали в школе на опытах, является уже наночастицами. Такое совпадение. Да, и химическим методом, как я сказал, можно делать очень сложные структуры. Либо ядрооболочка, покрытый пористым кремнием, куда можно также транспортировать различные лекарственные средства. Либо делать наночастицу, на которой наживлять другие наночастицы. Для каких целей, я чуть позже скажу. Поэтому давайте договоримся, что сейчас в нашем исследовании мы будем А. Использовать исключительно химические методы синтеза. Б. Мы будем создавать достаточно сложные объекты, а также достаточно, но в то же время и не пренебрегать простыми. И применять наночастицы для целей материаловедения, для целей фундаментальной биологии. Поехали. Свойство первое у наночастиц, это, естественно, маленький размер. То есть наноразмерность частицы наглядна. Как все зарождалось? Дело в том, что начнем издалека. Вот в 1958 году была создана самая первая в мире электронная схема, за которую была получена господином Килби Нобелевская премия в 2000 году. И эта микросхема была очень большая. Соответственно, позже начали делать различные устройства на основе этих микросхем. Микросхемы были большие, и какие-то неточности очень легко было контролировать инженерами вручную. Но шли годы, и схемотехник развивался, и микросхемы стали сейчас очень насыщенные. Огромное количество нано- и микроразмерных структур, транзисторов содержится на небольшом участке площади. Если вдруг так случится, что схема спроектирована не очень корректно, то вот эти вот самые транзисторы друг на друга насядут, и начнет вырабатываться так называемое джоулевое тепло. То есть начнет перегревание. И вот эти вот локальные области нагрева, которые порядка 100-200 нанометров, они говорят о том, что здесь происходит какой-то неполадок, и его бы хорошо выявить. И одним из методов, скажем так, детекции таких вот локальных нагревов был предложен классический тепловизор. То есть некая такая камера, которая вроде как может визуализировать потери, например, тепла в домах, либо вот наше человеческое тело, абсолютно стандартный инструмент. Однако стоит отметить одну вещь. Из-за того, что тепловизор работает в надпокрасной области, а это длина волны света 7000-14000 нанометров, то разрешение, пространственное разрешение при визуализации таких полей, у нас составляет порядка половины длины волны, очень грубая оценка. На самом деле это вот 350, а 3500-7000 нанометров. То есть мы вот эти вот локальные нагревы таким образом не увидим. А с градусником тут тоже не подлезть, поэтому задача оставалась открытой. И было предложено интересное решение, которое потом повлияло вообще на индустрию и на развитие этой системы. А именно, было предложено, да, то есть как бы радифорционный предел, большое пятно, как я сказал, и было предложено вот такая интересная вещь. Да, здесь просто как будет туман, мы не увидим здесь никаких локальных точек. Как раз иллюстрация моих слов, которые я сказал до этого. А что если мы попытаемся работать в длине волны видимого света? То есть разрешение у нас автоматически повысится до вот таких вот достаточно больших величин, приемлемых, по крайней мере, это 200-450 нанометров. Но у нас же микросхема не светит видимым излучением, и тогда на помощь приходят люминесцентные материалы, сигнал люминесценции которых, ну, например, цвет, зависит от температуры. То есть это все можно детектировать и смотреть, и строить визуальные поля. Тогда мы уже, покрыв, например, наш материал наночстицами, так, чтобы хотя бы одна наночстица была где-то в контакте с таким областью локального нагрева, уже можно, например, визуализировать локальный нагрев, ну, хотя бы чуть меньше, но с приемлемым разрешением, и понимать, где здесь находится область нагрева, где здесь находится тот неполадок, который нужно устранить. Метод был красивый, и даже есть, естественно, по этому поводу работы. Да, вот это, скорее всего, выглядит вот так. Есть вот такие работы интересные, когда с помощью сначала органических растителей, типа родамина, а потом у других наночстиц, визуализировали вот такие тоненькие провода с высоким разрешением, что на самом деле очень здорово для, как минимум, проверки стабильности микросхем. Но вот этот сам принцип подход визуализации температурных полей с высоким пространственным разрешением, он применим и, например, в фундаментальной биологии. Как я сказал уже мировым научным сообществом, доказано, и в том числе и нашим коллективам, что наночастицы способны захватываться клеткой и локализоваться в разных ее частях, либо в визикулах, либо оседать на митохондриях. При этом, что интересно, например, митохондрия, которая является, скажем так, некой энергетической станцией, к которой происходят большие реакции превращения энергии, она также греется достаточно сильно и больше, чем сама клетка, и, грубо говоря, в зависимости от внешних условий, можно очень здорово наблюдать по температуре митохондрии, как она реагирует на то или иное воздействие, лекарства, доклиники, либо какие-то физические воздействия. И, соответственно, что нужно сделать? Нужно попытаться измерить там температуру. И без вот такого принципа здесь уже никак. Поэтому действительно было разработано, как вот наночастицы, обконверсионные люминесцентные, которые сразу в 2011 году показали, что действительно, во-первых, у клетки ядро гораздо горячее, чем окружающая среда. Вот здесь написано, например, на температурной шкале. После этого уже были разработаны, это были неорганические наночастицы и органические различные красители, которые также позволяют визуализировать температуру в клетке в принципе даже с высоким временным разрешением, по крайней мере, микросекунды точно. Да, есть второй тоже интересный метод, называемый гипертермией. Дело в том, что есть такой вид терапии, когда мы нагреваем некую проблемную область вот таким вот цветом. И температура воздействия как раз оказывает терапевтический эффект. Но дело в том, что, во-первых, у нас есть, например, видимый свет, который в кожу далеко не проникает. Во-вторых, сам свет, есть проблема в том, что он не нагревает, скажем так, ткани с нужной эффективностью. Даже если сейчас взять обычный лазер зеленый, и вот я свечу на руку, достаточно яркое пятно. Во-первых, оно очень большое, и во-вторых, мы не чувствуем никакой температуры. Дело в том, что тканью видимый свет не просто не поглощается, он очень хорошо и рассеивается. Поэтому рассеяние – это не поглощение, и преобразование энергии, видимого излучения в тепло не такое эффективное. То есть даже видно, что зайчик у лазера очень тонкий, но здесь вот он сильно размыт, потому что ткань очень хорошо рассеивает. И хорошо бы использовать не просто, например, такой свет, а, например, также вкупе алюминисцирующие наночастицы, для того, чтобы сделать такую реакцию, а именно, чтобы клетки вошли в состояние апоптос. Для того, чтобы клетки запустить процессы клеточной гибели, нужно греть данную клетку с температурой 41-43, примерно, градусов. Это нельзя сделать просто, взяв и используя какое-то лазерное излучение, мы не сможем контролировать. Поэтому нам нужно, чтобы внутри разогреванного объекта, например, это будет опухоль, это будет, возможно, какое-то другое образование, были, например, алюминисцирующие наночастицы, которые, а, могли бы хорошо преобразовывать энергию падающего излучения в тепло, за счет того, что они бы поглощали дополнительную энергию, а, второе, все же, люминисцировать. При этом сигнал люминесценции должен зависеть от температуры. То есть, если такие частицы накопить в ткани, то уже будет более-менее интересный гипертермический эффект. Да, здесь представлены блок-схемы этой установки, то есть, все происходит в полосе прозрачности ткани, как правило, это инфракрасная область. И вот если мы свет разложим в спектр, то, например, в работах научных встречаются вот такие вещи. То есть, форма спектра очень хорошо зависит от температуры. И заранее, сделав калибровку, мы можем говорить о том, насколько мы хорошо нагрели или не перегрели. Опять-таки, если мы перегреем, то будет такая вещь, как некроз или баржук, что очень опасно для живых существ. Безусловно, стоит отметить, что данная технология пока находится на этапе разработки, то есть, есть эксперименты бесконечные на мышах, и в клинику пока не внедрены, за исключением, может, каких-то органических решений, которые тоже проходят достаточно большое количество испытаний. Свойство номер два. Это более высокая растворимость наночастиц по сравнению с их аналогами, макроаналогами. Действительно, если мы возьмем в данной публикации здесь такую вещь, что взяли определенную массу нанокристаллов кальция в ТОР-2 и такую же массу микрокристаллов, просто перетертых в каком-то объеме. И через какое-то время видим, что у нас концентрация рабочего вещества практически в 150 раз больше, чем если бы мы поместили просто кальций в ТОР в эту среду. И где бы на что применение? В принципе, тоже в здравоохранении, а именно в стоматологии. Дело в том, что одной из причин возникновения кариеса являются вот такие вот бактерии, сканирующие электронную микроскопию. Фотография перед нас здесь. Это стритококки. Он так по-латински звучит. И эти бактерии создают а-кислотную среду, в которой происходит так называемая деминерализация. То есть наши зубы теряют такие ионы, как кальций и фтор. Ну и второе, то, что самое опасное, когда мы говорим про пломбы, то именно в контакте пломбы и живого зуба также могут происходить такие изменения, когда стритококки образуют колонии с последующим разрушением ткани зуба. Что было предложено сделать? Было предложено внедрить наночастицы кальция фтор-2 в стоматологические цементы. Дело в том, что такой цемент обладает очень интересной структурой. Она как бы пористая и способна туда дефундировать вода и вымывать оттуда аккуратно, постепенно и очень медленно ионы фтора. Такие ионы фтора А нейтрализуют кислотную среду за счет того, что образуется комплекс H-фтор, который эта кислота очень слабо диссоциирует. А второе, они подавляют действия нашего стритокока. А третье, это происходит реминерализация. То есть ионы кальция и фтора обратно возвращаются в зуб и как бы встраиваются в эмаль. В зуб, в эмаль. И как бы встраиваются, образуют так называемую реминерализацию. Эти интересные решения уже находятся на стадии испытаний, уже с пациентами. То есть они практически внедрены в жизнь, в промышленность. И здесь наночастицы кальций-фтор, кальций-фтор-2, делают очень такую хорошую службу. И стоит отметить тот момент, что почему еще растворимость? То очень важно, что вот такие концентрации фтора считаются безопасными. То есть были проведены испытания, если мы возьмем более растворимое вещество, чем кальций-фтор, то это может привести к повреждению десен, тканей и вообще всего организма. Поэтому так еще и, скажем так, совпало, что оптимальное значение это 20 нанометров для таких наночастиц. И они способны вот таким образом облегчить там жизнь. Но, естественно, их должно быть по массе от цемента порядка 10-20%. То есть достаточно такая насыщенная смесь наночастиц и цемента. Но, как показывают опыты, это всего не мешает, не повреждает прочностные характеристики тех же самых стоматологических цементов. Свойство номер три. Это меньшее. На самом деле, возможно, тут я что-то перебутал, но это то, что у наночастицы большое отношение объем поверхности. То есть, если вот так вот пояснить, то если мы возьмем, например, игральную кость и разделим ее, у которой вот такой вот диаметр, да, у которой общая площадь вот такая вот, и разделим ее на кубики с длиной 1 нанометр, то площадь вот этого всего конструкции, вот этих всех граней, сумма, она будет примерно на треть футбольного поля. То есть, в целом, на вот такую вот площадь можно адсорбировать большое количество молекул и сделать некий такой интересный адсорбент. Так работают пористые материалы и так далее. Но есть достаточно интересные решения другого характера. А именно это наночастицы церей О2. Почему здесь так важно именно влияние поверхности? Есть такое интересное свойство, что мы рассматриваем наночастицы оксиды церия-4. При том, как он стремится к наноразмерному состоянию, у нас происходит такая ситуация, что не все ионы кислорода сумеют встроиться в эту наночастицу. И так получится, что для наноразмерных объектов, вот тут видно, на графике показано, имеет место очень хорошо ярко выражено вакансии кислорода. То есть это, скажем так, уже не церий О2, так как не всем атомам, не каждому церию досталось 2 кислорода. Это уже некое такое нестихиометричное вещество. И из-за того, что происходит такой дисбаланс, у нас некоторые ионы церии переходят в состояние степени окисления 3. То есть на нашей поверхности, которая очень большая, напомню, есть церий с степенью окисления 3 и 4. А это означает, что вот такие наночастицы с большой поверхностью могут играть роль в различных окислительно-восстановительных реакциях. И это и катализаторы нового поколения, а также это очень известные распространенные неорганические антиоксиданты. Дело в том, что есть такие интересные вещества, как так называемые активные формы кислорода. Например, если мы возьмем кислород и как-то подсоединим к нему дополнительный электрон, либо вот возьмем, например, так называемый гидроксидорадикал, который имеет вот такую структуру, то они становятся очень агрессивными окислителями по отношению ко всему, что вокруг них происходит. Если опять-таки мы говорим про биологию, про живую клетку, то они способны и разрушать ДНК, и запускать различные реакции, связанные с тем, что происходит большое количество разрушающих порождение цепных реакций, которые разрушают белки, разрушают какие-то ключевые для клетки элементы. И дело в том, что такие активные формы кислорода в целом в клетке производятся постоянно вследствие жизнедеятельности. Но бывают такие ситуации, например, радиационное воздействие, какие-то, возможно, другие внешние воздействия, химические воздействия, когда вот этих концентраций веществ становится очень много. И как раз здесь очень важны неорганические антиоксиданты. В частности, при каком-то терапевтическом воздействии предлагается вводить частицы непосредственно в проблемную область, и они будут, как снежный ком, который тушит частицы, нейтрализовать. Вот по этой химической реакции, например, очень важную активную форму кислорода, как пероксид, в воду и кислород. На самом деле реакция многоступенчатая, и мне сложно комментировать, она достаточно химическая. Поэтому в этом прекрасном пособии это все расписано, поэтому, кому интересно, я потом оставлю почту, можете посмотреть, с этим ознакомиться более подробно. И таким образом можно нейтрализовать эти самые активные формы кислорода. Но это все опять-таки на стадии внедрения, инвитро и для каких-то химических реакций, где нужно нейтрализовывать, либо промышленных масштабов, где нужно нейтрализовывать эти активные формы кислорода. И если мы немножечко еще поговорим про эти активные формы кислорода, то эти очень агрессивные окислители ведь можно использовать и на благо. И опять-таки для фундаментальной биологии и каких-то целей здравого хранения их можно, например, внедрять, как-то порождать внутри злокачественных образований, либо там, где живут большое количество бактерий, и нужно их обезвреживать. Эти активные формы кислорода могут, если их управляемо создавать, бороться со злокачественными образованиями, либо с какими-то бактериями. Как это происходит? Есть такое интересное явление, как фотосентабилизация. Например, наночисицы оксида титана под действием ультрафиолетового излучения в них способны рождаться электрон и электрон в дырочный пар. И этот электрон как раз способен подключаться к кислороду, который, например, если наночисица в воде, он в ней растворен. И этот кислород может на себя брать этот электрон и становиться активной формой кислорода, и дальше уже запускать цепные реакции. В свою очередь вот эта вот так называемая дырка, то есть области этого электрона нет, она также способна порождать вот такую форму гидроксилорадикала из молекул воды. То есть достаточно такая эффективная вещь. Но, как я сказал, это ультрафиолет. И ультрафиолет, он практически не проникает. И если наш свет, как я сказал, он рассеивается тканями, то ультрафиолет поглощается просто частичками какой-то вот отмершей кожи и так далее буквально на полмиллиметра глубине. То есть это неэффективно, но принцип был интересен, поэтому позже мировое научное сообщество разработало так называемые органические фотосенсибилизаторы. То есть эта терапия выглядит уже вот так, с применением видимого света, а вот эти фотосенсибилизаторы выглядят примерно вот так. То есть это органическая молекула, например, хлорин, порфирин, которая как бы способна тоже поглощать видимый свет и вот эту вот аккумулированную энергию, если так грубо говорить, передавать тому же какому-то молекулярному кислороду. И он становится только немножко другой его модификацией, так называемым синглетным кислородом, ну или агрессивным кислородом, чтобы его так без лишних терминов называть, который тоже является очень большим окислителем. Но опять-таки видимый свет, как я сказал, проникает, но не больше сантиметра. И хорошо бы углубить, попытаться сделать так, чтобы была большая эффективность. То есть мы могли бы дотянуться до более глубоких проблемных образований и их нейтрализовать. И тогда снова приходят на смену нанотехнологии. А именно, например, здесь у нас есть такое наночстица, которая способна поглощать свет, который лежит в полосе прозрачности. Это уже инфракрасное излучение. Оно никак фотосенсибилизатор не затрагивает. Но вот такая вот наночстица, например, обконверсионная, так называемая, способна преобразовывать инфракрасное излучение уже в видимый свет, который активирует вот эти самые фотосенсибилизаторы, эти самые лекарства, и они уже начинают, скажем так, наносить поражающие действия у нашей раковой клетки. Здесь приведена достаточно простая схема, как это происходит. Я не хочу вдаваться в подробности. Скажу просто, что два летящих фотона с низкой энергией преобразуются в один с более высокой энергией. Процесс двухфотонный. Либо есть немножечко другой принцип. Это когда у нас есть, например, такое соединение, которое как раз исследуется в нашей лаборатории, активированной ионами церетербина, когда мы можем преобразовывать, например, рентгеновское излучение в видимый свет. Это уже процесс более сложный. Но так или иначе, рентгеновское излучение тоже достаточно хорошо проходит сквозь ткани. И если подобрать определенные дозировки, то можно тоже попытаться воздействовать дополнительно на проблемную зону с помощью этого излучения. И действительно, вот здесь есть статья Китайской академии наук, в которой уже для мышей такие вещи проводятся. Наблюдается действительно регрессия опухолевых заболеваний. Но дальше, скажем так, этих опытов пока что не идет. Тут действительно все пока что остановилось на лабораторных животных, потому что очень сложно пройти клинические испытания любой абсолютно молекуле. А если мы говорим про неорганику, это, наверное, еще сложнее. Хотя вроде это работает эффективно, но нужно пройти большое количество испытаний. Так что пока что мировое научное сообщество находится вот на стадии такой стадии. И, безусловно, я сказал вот сейчас только о самых таких основных сферах применения, которые занимаются в нашей лаборатории. Есть достаточно интересные работы и по каким-то катализаторам, есть какие-то квантовые компьютеры, которыми занимаются другие специалисты. Есть еще наношицы по отношению к этому вирусу, который я не хочу произносить, как он уже надоел, но уже разрабатывают новые нанотехнологии, направленные на борьбу с ним. И стоит отметить еще очень важный момент. Это некие общие выводы о том, что, давайте повторим, что у нас, скажем так, нанотехнологии давным-давно применяются для визуализации температурных полей. Это не только на самом деле микросхемы, это еще и когда мы говорим про утечку тепла, например, в космосе, когда мы пытаемся обнаружить некую маленькую пробоину, через которую уходит тепло. Это второй момент в медицине, это при биологии, визуализация температурных полей клеток с целью исследования каких-нибудь фундаментальных основ ее функционирования. Это стоматология, где можно, в частности, сделать более эффективными цементы стоматологические для изготовления пломб. Что касается медицины и терапевтических средств, то нанотехнологии пока что здесь не во всех сферах внедрены. Безусловно, есть и другие решения интересные, это есть визуализация методом МРТ. Возможно, позже мы об этом расскажем. И таким образом, то, о чем я сказал, имеет некие пути развития. Первое все-таки это повышение квантового выхода люминесценции. Дело в том, что наночтица имеет, как правило, очень много атомов на поверхности, о чем мы с вами говорили. И эти поверхностные атомы, их люминесценция тушится. То есть вместо того, чтобы переизлучить свет желаемой длины волны, она отдает энергию, например, воде и просто греет. И мы теряем большое количество света. И это на самом деле не очень хорошо, потому что мы не можем и получить яркое изображение какого-то области, ее температурно визуализировать. И здесь, например, приходят различные технологии нанесения оболочек или экранирования какого-то от поверхностных тушечных агентов. Это целая наука, это целый такой большой проспект. Второе – это, естественно, уменьшение токсичности. Потому что если токсичность в стоматологии нам интересна, потому что мы подавляем стритококков, то в организме человека токсичность и проблемы выведения этих наночастиц из организма еще пока что до конца не решены. И это очень большой такой челлендж для современного мирового нового сообщества. Ну и третье – это повышение функциональности. Дело в том, что порой нужно наночастицу не просто доставить куда-то, но еще нужно убедиться, например, методом МРТ или методом какой-то визуализации, что она дошла туда, куда нужно, и чтобы она воздействовала максимально эффективно. То есть, допустим, она принесла лекарства и дополнительно еще разогрела область. Поэтому стоят интересные задачи, связанные с созданием вот таких вот очень многофункциональных нано-платформ, которые вовсю сейчас развиваются. Ну вот, наверное, у меня на этом все. Я хотел сказать спасибо за внимание. Если… Тут, конечно, не видно чуть-чуть. Вот это вот моя электронная почта, если есть какие-то вопросы, либо они потом возникнут. Оно не совсем видно, но оно здесь. Вот, спасибо за внимание. Спасибо огромное, Максим. Есть ли у нас вопросы из чатов и прочих социальных сетей? Есть вопросы в Инстаграме? Я передаю микрофон Ирине Владимировне, Романовой. Да, вот наш уважаемый зритель слушает, спрашивает. В организме есть важные вещества, которые поглощают излучение. Допустим, гемоглобин имеет максимумы в спектре поглощения 540-570 нанометров. Как сделать так, чтобы не задеть его? Да, спасибо, хороший вопрос. Но вот одним из методов, скажем так, попытки пройти глубже без того, чтобы затронуть какие-то важные органические молекулы, является переход в зону инфракрасной области. То есть это 980 тысяч нанометров, то есть там немножко другие уже системы их получения и системы мониторинга. То есть сейчас уже все переходят именно вот в эту спектральную область. Но опять-таки тут есть небольшая сложность, связанная с тем, что аппаратура, которая способна это все детектировать, она немножко другого характера, потому что инфракрасное излучение, оно имеет фотон меньшую энергию. И классические методы, те же самые фотоэлектронные умножители, если кто-то спрашивает, он физик по образованию или знает, что это такое, они должны быть другими, порой даже охлаждающимися. Поэтому, да, безусловно, человечество переходит уже именно вот в эту длину волн, чтобы запускать какие-то процессы. Но опять-таки оно вынуждено развивать и аппаратурную базу, чтобы все это было эффективно сделано. Я бы ответил так. Спасибо. Так, если вопросов в соцсетях нет, я задам тогда вопрос. Максим, чем вы планируете заниматься конкретно в вашей лаборатории в ближайший год? Ну вот, тоже не так давно мы спасибо обсуждали за этот вопрос, очень важный для нас. Одним из важных направлений является, как я сказал, повышение квантового выхода об конверсионной люминесценции нано-частиц, за счет их постобработки. Это очень такая красивая работа по оптике, она и для студентов очень полезна, и нам полезно знать, как можно уменьшить тушение люминесценции. Второе, мы продолжаем сотрудничать с микробиологами, и хотим сделать как раз вот эту самую платформу, когда у нас рентгеновское излучение способно было активировать нано-частицу с последующей активацией на поверхности того самого лекарства, фотосенсибилизатора. Плюс еще у нас есть интересные проекты по исследованию с микробиологами и токсичности наших образцов, там есть тоже большие интересные направления. Вот, и также, наверное, что еще такого? Да, да, и, естественно, мы будем также работать с развитием квантовой электроники, это развитием получением кристаллов и получением лазеров, генерации различных глинвол для, возможно, биомедицинских и промышленных применений. У нас такие проспекты. Естественно, мы это будем делать с командой, с нашей большой, которые, привет можно, наверное, передать, да? Они смотрят до нас, вот, с нашей командой. Так, вот еще вопрос поступил. Здравствуйте, какие способы повышения эффективности люминесценции вы можете назвать? Этот вопрос к нам пришел с YouTube. Ух ты, круто. Первый. Это экранирование поверхностных ионов от тушащих агентов каким-нибудь, какой-нибудь оболочкой. Метод сложный, потому что нужно будет всю нано-частицу, 20 нанометров, как-то вот покрыть этой оболочкой. Не всегда это получается удачно, но если это получается, это повышает, ну, как минимум, там, какие-то, возможно, проценты, но все-таки повышает какой-нибудь выход люминесценции. Второе. Это некая постобработка. Когда мы получаем нано-частицы химическим методом, мы можем быть уверены в том, что там много дефектов. Это и вакансии, это и молекулы воды. Поэтому постобработка, поиск новых методов постобработки, это отжиг, работа с автоклавом, возможно, это оптимизация химической реакции. Оно позволяет это сделать. Это, наверное, таких два очень ключевых момента, которые, собственно говоря, с которыми мы и сейчас работаем, с которыми работает, наверное, мировое новое сообщество. Спасибо. А можно вот я тоже от себя вопрос задам? Вот кальций в ТОР-2, значит, вот в эти материалы, которыми цементируются зубы, не вредно ли это? Ведь нам всем сейчас говорят, что в ТОР это вредно, убирают из всех вредных паст, а тут мы прям в зубы. Да, как раз на самом деле вот в тех цементах, которые сейчас существуют, есть ФТОР в виде других соединений, и он так или иначе там присутствует. То есть от этого не убежать. Просто она является некой альтернативой, просто это более долгоиграющая вещь. Потому что есть там какие-то соединения ФТОРа, я вот не помню конкретное название, но они достаточно быстро вымываются. То есть кальций в ТОР-2, то есть ФТОР изначально уже есть в этих цементах, ну во многих, не во всех. И кальций ФТОР-2, он как бы является просто некой более тешевой и более эффективной заменой. А второй момент, опять, как я сказал, так получилось, что растворимость этих частиц, да еще и в цементе, они оттуда не выходят, они там как бы сидят. Она такова, что концентрация ФТОР, она безопасна для ротовой полости. Она просто некую такую устойчивую легкую концентрацию с нейтрализацией кислотной среды. По крайней мере по абсорам, которые мы наблюдаем. Это все уже на пациентах исследуется. То есть там уже у них прям такие статьи. Спасибо. Вот вопрос еще у нас в Инстаграм. Лазерное излучение импульсное или непрерывное используется? Спасибо за вопрос. Все зависит от наших целей. Если мы говорим, допустим, про лазерную абляцию, как я сказал, получение на частиц, то там исключительно импульсное. И чем хорош импульс, то мы можем в этом маленьком импульсе сосредоточить большую энергию. Если мы попадем в вещество, оно его поглотит, то оно, скорее всего, закипит и взорвется. И вот этот продукт взрыва, это и есть и сам наночтицы. Когда мы говорим про, например, ту же самую фотосенсибилизаторы, то излучение не импульсное, излучение непрерывное. Но нужно понимать, что активные формы кислорода, они образуются из обычного кислорода. И может так случиться, что, например, весь кислород просто выгорит. То есть вот мы облучаем, фотосенсибилизаторы работают, кислород выгорел, и это будет неэффективно. Поэтому что происходит? Нужно, например, делать так, режим, минуту облучения, минуту отдыха. Так обычно люди делают. Но это исключительно для того, чтобы сделать пополненные запасы кислорода в той области, в которой это необходимо получить. В том числе и даже не то, что для фотогнометической терапии, которая уже применяется. Поэтому, да, скорее всего, в медицине это, скорее всего, непрерывное, либо вот такое, порциями, если мы говорим по лазерной абляции, исключительно импульсное. Ну и да, длина волны инфракрасная, если мы говорим про фотосенсибилизаторы. И, скорее всего, ультрафиолетовая, когда мы говорим про лазерную абляцию. Потому что ультрафиолет – жесткое излучение. Вот, я бы так ответил. Ну что ж, Максим, большая благодарность вам за то, что вы начали этот цикл лекций. Я надеюсь, это будет первая и самая лучшая лекция на этой неделе от Института физики. И в следующей лекции следите за нашими объявлениями на сайте Института физики, в Инстаграме, в Ютубе, ну и, конечно, в Медиа-центре Труба. Максим, спасибо. Всего вам доброго. Спасибо большое, спасибо, что позвали. Было очень приятно выступать на этой площадке. Всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»